привет всем любителям пошаговых стратегий вы видите и слышите алексея халецкого канал лёша играет и очередная фашечка сегодня у нас стратегический вторник ну привет всем кто сейчас на стриме смотрит опоминаю что у нас запись стрима не сохраняется а выкладывается запись партии если она будет интересной ну интересно она или нет решает тоже люди в чатике на стриме сделал я сейчас голосование за кого сыграть большинство было за польшу и египет но египет уже выбрали до меня поэтому я взял польшу там еще сиам был недалеко но за польшу мы давно не играли конечно так что может горе на вино встать реки нету к сожалению выглядит так что надо горе на вино становится да кайф пожелаем всем интересной игры удачи попробуем за польшу наверное смесь смесь традиции воли причем у нас уже есть 2 2 пастбища напоминаю что у польши уникальное здание на пастбище заточено ну это замена конюшня оно дает то же самое только плюс еще плюс еще золото от каждого этого ресурса который конюшня то есть это овцы скот и лошади и соответственно не требует содержания до места но место просто нормально не скажу что супер во первых нету рек во вторых как-то еды ну так выглядит немного к вебек встретили пройти на следующем ходом сюда прыгну жалко конечно тут уже варвары к нам будут ходить лишь ко мне будут ходить они к вебеку естественно так максим галота здорово ядер привет спасибо всем за пожелание интересной игру же чувак внутри этих вот такие ты скорее всего на третий ход берут пантеон кельт если у него он рядом с двумя лесами то есть я не думаю что это кто-то встретил гэгэшку не мне не нравится выкладывать вот те стримы где там народ ран алиевает полностью типа недоигранная непонятно кто победил зачем мне такое не нравится поэтому я решил вот именно записи выкладывать если интересны все стримы то приходите на стрим сорян что в сибири поздно а для меня вообще все рано начинается у меня сейчас 11 утра что вы не знаете как вот это читается что ли андрей петренко что за вопросы то в честь героя сша кто первые напишет какого исключительно чтобы увидеть что у лёша на обед сегодня хожу на стрим исключительно чтобы увидеть что сегодня на обед у лёши но я ж не показываю блин лошадка одна всего но вот в столице уже три ресурса для обработки конюшни в принципе неплохо так наверное монумент раз мы пойдем пока через волю напоминаю это практически единственная цивилизация за которую имеет смысл бы немножко лагает кто-то лагает хотя пинг вообще зашибись но у меня юниты ходят с таким ну прилично это секунду о синая у нас рядом чтобы только понять геном город ставить под него сина это хорошо так что-то я гену и не пообещал защиту тадеуш рузвельтовски да тадеуш костюшка конечно же тадеуш у костюшка стоит даже памятник на площади перед белым домом вот тут еще с эти дофига сколько где-то блин ну очевидно что тут где-то надо будет ставить горько жут 4 овцы прикиньте как конюшня будет работать надо как-то еще понять около синая где нам ставить так давайте я наверное бизончиков куплю все таки на один ход быстрее вырастим софия тоже первый встретил пока снизу неизвестно у нас кто и где не место вообще ничего такое 60 злотых дали и гончарное дело открыли ну я его и так открыл вот это я больше всего не люблю когда дают ту теху которую я и так открываю ерусалема пока настолько один пантеон взят это значит что нам надо наверно будет святилище построить следующем после монумента второй город на воде на овец подго почему 2 но 2 надо явно либо сюда ставить либо под себя бы даже скорее всего под сеной ставил 2 и это место и это место никуда ну блин не знаю тут слишком много споров софии хотя тут мрамор будет вот тут надо решить под сеной как нам ставить извините сеной означает что у нас будет вера религия когда понять просто где поставить может прям вот сюда под сеной собственно вот на этот холм о 11 ход пакета извините забыл что сегодня дочка плавает надо будет уйти через 30 минут так что ухожу сейчас я тоже очень часто когда в циве плохое место вспоминаешь у меня много разных дел начинается так давайте наверное теперь так и так и светилище я буду наверно возвращаться дуболомом потихоньку о так тут у меня вообще у меня с этой стороны никакого соседа не будет только вот отсюда араб но араб конечно не самый лучший сосед сена это гора ведь она даже на миникарте обозначена как гора ну то есть это вот именно так и проверяется что смотришь на миникарту если чудо как гора на миникарте обозначена то это гора зачем он садился играть ну во первых он реально мог забыть что у него дочка плавает а во вторых он садился играть чтобы у тебя появиться на солевом старте с пятью солями и петрой если не такой старт то ливаешь а араб это тот кто ливнул о отлично у меня еще и в соседях никого получается это думаю что вот сюда надо ставить во первых тут ну это пшеница может быть этому городу уйдет тут походу надо будет вот сюда ставить город потому что он тогда до всех ну не до всех чуть до этих не дотянется но до пяти овец дотянется но нам сначала надо подсинать чтобы религия сто процентов была так следующее наверное охоту как раз откроем ну понятно так как мы сейчас через волю играем начало во всяком ой блин у меня египет в соседях вот это пострашнее будет араба потому что араба хрен знает когда его лучники на верблюдах а египетские коляскы и вот они прямо ща так ну что плюс четыре брать блин ну хочется на самом деле слушайте у нас в Синай восемь веры поэтому я наверное возьму культуру от пастбищ потому что извините пастбищ у нас тут дофига и веры у нас будет не хочу встречать Египет чтобы он не знал что я есть так лошадей не важно зато овец до хрена так наверное рабочего строим понятно что мы не строим поселенцы пока не откроем ну пока бесплатного не получим с коллективного правления не думаю что Египет сейчас будет ну он вообще в эту сторону не исследовал и меня даже не нашел а нам не нужна гора для чудес у нас явно мы чудеса будем в столице строить то есть нам достаточно что это обсерватория так как бы так аккуратно встретить Египет не с той стороны откуда он меня ожидает не ну понятно ну тут тут еще и территория немножко тяжеловато для колясок прямо скажем может там в другую сторону у него получше на кого нападать но все равно неприятно я просто даже не особо представляю как от колясок если у тебя нет уникальных юнитов а у Польши в это время нет уникальных юнитов можно отбиться ну если территория плоская так вообще никак ой Египет встретил тут у меня хоть не такая не сильно плоская ну конечно если я город тут ставлю то тут нормально можно нападать блин а Египту походу и селиться некуда кроме как в мою сторону если он на воде я надеюсь тогда он тут будет ставить ну тут соответственно если он тут будет ставить то без проблем блин у Египта еще и мрамор возможно про чудеса в принципе как минимум до средневековья забыть я так понимаю так сколько у нас ходов до поселенца 9 на пустыньку взяли ни арабы ни Египет никакого пантеона не брали нет он не на море блин но он через традицию хотя бы пока производства правда нету но это все вырубается а у него тут еще территория так после охоты надо наверное лучников открыть то как то армию вообще не нечего строить да кстати расположение Египта странное обычно так в пустыне появляется как бы пустыня тут сгенерирована на карте наверное араб занял место Египта а так слушайте у него тут у него тут свои зашибись места есть уже видно что сюда вот намного интереснее ставить мне кажется он ходил кто то может стрим отмотать посмотреть он сразу поставил город конечно я буду строить пирамиды естественно инженеров ну тут тут не та петра ради которой стоит инженера тратить что то что блин а что так варваров много ну как я говорил все ко мне прутся да ну тут конечно вот я уверен что Египет второй город пойдет сюда ставить и вот это место ради которого стоит инженера использовать чтоб петра урвать но имелось ввиду что инженера можно закрытие воли взять вот это да а это а это нет сразу поставил город ну интересно он появился конечно то есть он даже решил к горе не идти например а если бы он пошел к горе поставил бы на банан у него бы мрамор был сразу у столицы прикиньте какой буст я думаю он пожалел об этом наверное сейчас этим скаутом пока вернусь чтоб тут помогать поселенца вести так сколько до лучников один ход ну давайте цирк повторяю не строим поселенцев пока коллективное правление тут 50 процентов дешевле ну да прикиньте я думаю это ошибка была не поставить сюда на бананы город он кстати еще поселенцы не делал судя потому что у него фивы растут библиотеку не египет построила блин а кто рашид на 20 блин но это вот этот чувак естественно так я не помню за кого он играет по моему за перцев так два хода до поселенцев охоту открыл давайте может железо посмотрим так и тут я хотел лучников сначала сделать не ну у меня еще видно что второй город надо сюда конечно хрен знает что то в голове у людей тут я вижу синай не вижу препятствий веду поселенца сюда такое что же может быть и типа он поставил город у моего синайя война до талова но по хорошему конечно египту у египта тут шикарные места я сначала испугался что он как бы у него тут полуостров и типа ему только в мою сторону селиться можно но нет тут очевидно что ну вот эти вот вот сюда ставишь город лошади овцы серебро пшеница и шанс на петру правда кто-то взял да кто-то взял пантеон на пустыню я уже взял пантеон на выгон его о вот этого кстати мы можем возможно даже убить тут надо сначала хочется выгоны конечно обрабатывать но надо сначала слонов иначе у нас счастья не будет когда мы город поставим ну вырастим до четырех так так давайте наверное еще одного начнем лучника делать по идее лучник должен его дуболома обстреливать а не моего а он ушел так отлично это хорошо мы сейчас сюда станем скаутом и место забьем он кстати леса вырубил он походу все таки рубит на поселенца давайте вот так глянем вопрос только куда он его рубит ну и надо конечно бояться колясок в коляске никто не вышел а нет вышел кто-то блин но это конечно и раб может быть понятно что петра сама по себе тоже неплохое чудо и без касаемо территории но тогда в нее просто не надо спешить правильно спешат в петру когда вот у тебя вот вот такая территория например это хочется построить или когда у тебя столица в пустыне я отсюда буду стрелять так и в варшаве посела это гг-шка кстати надо бы так стать чтобы зона контроля была чтобы он не мог атаковать моего лучника мля а хотя у него зона контроля ладно так не захватит у него зона контроля от араба хотя араб сейчас может если если араб сейчас не проатакует дуболома а импер куда-нибудь сюда отойдет ну в любую сторону вообще то араб тьфу то варвар захват конченая тварь так еще кстати у меня может быть минус дуболом так ну пока нам надо расти с другой стороны вот эту клетку надо то есть просто ставим фокус на веру и при каждом росте нам хотя бы до трех жителей надо вырасти прежде чем постоянно сена и обрабатывать пирамиды в фивах твою мать а нахрен вот ты тварь конченая а сука ну ты же пошел в традицию уже но он походу хочет меня рашить колясками тут другого объяснения нету что он завернул в волю ну тварь ну я естественно не успею за ээээ за египтом вот тварь ну что в голове у человека вот просто вот что у него стрельнуло ну ты же пошел в традицию уже ты боишься что я тебя зарашу волей так у тебя место хорошее у тебя коляски господи вот это пятое цила с людьми вот он же себе убил развитие этим он просто себе убил развитие только что нету нету у египта возможности себе эти политики теперь догнать у меня то с каждой эпохой будут политики лишние ну понятно что он он уже не будет рашить колясками я говорю что если смотрите я думаю ну пирамиды то есть он взял а подождите знаете что он взял он взял традицию видимо в аристократию взял что было плюс 15 процентов он аристократию явно взял и пошел в волю пирамиды построил но он играет одним городом то есть он чисто это чисто чувак который реально будет сейчас в чудеса сидеть играть вау так значит мы тут решили вот сюда ставить игра конечно предлагает здесь но у горы мы тут просто больше овец даже получаем так пора дарим немножко что тут никого нету что мы можем спокойно идти по силам да жалко я потерял тут рабочего и дуболома сейчас надо идти отбивать его давайте посмотрим что здесь конец причем он это сделал ради пирамид у него выглядит территория он взял он взял я обычно подумал что ему надо типа джунгли вырубать но он взял пантеон на джунгли он их не будет вырубать да слушай хочешь ты в чудеса поиграть в это строительство играй с компом просто о я еще и на железо тут ставлю отлично слушай тут еще и проход куда-то дальше есть а мы не исследовали слушай а может тут внутреннее море судя по всему внутреннее море ну да и будет да ходите быстрее что так медленно сто процентов сто процентов так и будет придется еще рабочего строить давайте пока арчера еще да я наверное надо уже в конюшне как-то идти ну это далековато для меня место его конечно хочется занять но ладно посмотрим мы сейчас будем еще идти по силам хрен знает сколько времени вот мой рабочий сидит здесь ну а тут перс у нас уже это он да построил да и куда он вышел просто в нац колледж да ну тоже есть такая стратегия библиотекой одним городом библиотеку потом в этом же одном городе нац колледж и потом сидишь и он скорее всего сейчас будет чеченицу рашить раз он за персы играет чтобы золотые века были бесконечные посмотрим точнее не поссорим так так и будет можно ничего не смотреть ладно давайте попробуем побыстрее поставить там город и хотя бы на начало все-таки рабочего сделал рабочих у нас вот так как мы пирамиды не сможем построить то рабочих у нас мало плюс у нас счастье в ноль так ну тут можно как раз сена и обрабатывать потому что нам расти некуда пойти помочь наверное надо все равно пока юниты в городах не дают а тут наверно можно прямо на золото или вот сюда чтобы наверно вот сюда надо попробовать как-то довести город я боюсь что тут сейчас даже не египет скорее а араб поставит город нет у него мрамора здесь он видишь не дотягивает он несмотря на то что типа он дотянулся четвертым радиусом и получит счастье но бонус на чудеса от мрамора тут не будет он типа бонус к строительству чудес от мрамора только если он в третьем радиусе и ближе да на озеро тоже думаю что надо на озеро тут еще железо пшеница серебро но это если я конечно успею туда перевести пойдем наверное может смотреть здесь я вот думаю брать мне гражданство или уже в традицию идти мне кажется надо в традицию в традицию хотя бы до монархии а там уже посмотреть подумать делал гайды по то как играть за Польшу через волю и традицию и конечно же уже нифига сам не помню так надо у квебека спереть рабочего килиманджаро у перса у меня у меня Синай ну я смотрю тут у всех нормально мест а раб видимо ливнул потому что ему место его не понравилось но у него как и выглядит реально чуть похуже чем у нас например так давайте наверное вот так я сделаю пускай столица растет хотя мы сейчас будем поселенца строить наверное ну да я думаю сюда весь ну правда не будет пять выгонов я сюда поставлю то есть будет раз два три четыре 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 выгона до этого до этого мы не дотягиваем ну просто надо сюда ставить у горы и на озеро очевидно чтобы серебро и золото дотянулось но это если получится ага есть рабочий так ну традицию надо о генуя хотела чтобы этот лагерь убил а нет она чудо хотела квебек чудо хотел блин теперь у квебека жалко жалко рабочего тырить чёрт знаете наверное два хода библиотеку построю потом поселенца килиманджаро ведёт да да тут ещё конечно дофига места если бы ещё египет сдал что-то внутреннее море мог и на нём поставить нет ну тут конечно надо у горы было и на пан ну тут очевидно просто ему надо было на бананы ставить вот он немножко тупанул он вообще города ставить собирается просто поисследую что тут походу это что ли внутреннее море а это что за рабочий здесь гуляет генуи почему большинство ну не большинство скажу так очень много людей генуи генуи называют так это как-то связано со статуей в генуи стоит статуя с портфелем так подождите а откуда у меня счастье сейчас появилось было плюс два стало плюс пять а я подождите да я на вене стою я забыл я реально забыл что я на вене стою обалдеть приятная неожиданность я уже не думал думать откуда мне еще счастье взять а я ж на вене так ну тем не менее надо бы я думаю проверять на армию о встретил японию я третий блин ну как всегда компьютер начинает хреначить армию теперь хрен знаешь кто вот второй по армии ну это ж может коляски и египет хреначить почему у него нету до сих пор поселенцев еще он город не ставит ну не а как бы говорит забери моего рабочего не хочу ну смотри у нас дружба с Гену я с нее счастье сейчас получаю как зачем мне забирать его рабочего собственно то же самое с Квебеком я бы у Квебека точнее я бы скорее у Квебека забрал поближе к столице к Софии теперь придется идти ну хоть ты скаутом возвращайся да ё-моё возвращайся а подожди так меня скауты не убили еще я решил что меня скауты убили чтоб следить за египтом шесть но он вырубает видите он вырубает леса но на что он вырубает а я второй по армии значит нет не на армию он все таки вырубает ну то что он сейчас последний по производству только что был последним девять видите переключился куда только что был девять у Египта ничего не значит потому что он в один город играет и то что я первый по производству тоже ничего не значит потому что у меня три города не-не-не-не-не-не-не чёртый город точно тут надо ставить так а что вообще ггшки еще хотят это мы не выполним тоже вряд ли может у конец сходим туда так софия мавзолей геликар нас кем такие так так все задания так колесом давайте караванчик вообще в принципе вообще нам бы не давайте давайте во первых тут наше уникальное здание которое нам кучу о еще и кельму по ходу всех встретили да наше уникальное здание которое куча золота нам будет давать во вторых выход в следующую эпоху польши дает бесплатный институт в этом и идея собственно нашей стратегии игры через волю и традицию чтобы получить плюшки со всех сторон араб должен убить караван да но очень жалко что египет построил пирамиды но у меня нету ни единой мысли на хрена ему это надо было то есть быстрее вырубка куда он дальше кстати идет волю ну я думаю что он сейчас взял сутки бесплатного поселенца я думаю вот так вот он я не знаю может он увидел что я иду в волю и испугался и решил что если он не пойдет в волю то он ну блин у тебя уникальный юнит этой эпохи против которого я ничего не могу противопоставить и то есть если я если я решил бы рашить египет он бы должен был отбиваться даже через традицию а потом бы он ну уже развился перед там карбалетом я просто не понимаю чего он испугался мне кажется он реально испугался так давайте наверное добьем до 138 чтобы у нас уже был был шанс появление пророка и переключу на пшеницу чтобы краков рос у меня так скаут бегает потому что около килиманджаро походил и научился носиться шо дурной так этим мы будем сейчас поселенца защищать так в лодзе дальше будем наверное какао обрабатывать 5 ходов опять же повторю я будешь скорее что этот араб поставит город чем я не понимаю ты брал аристократию вот это все ради пирамид почему все тогда остальные чудеса другие люди строят что-то вообще не пойму ага нормально но это с воли я считаю что он с воли взял что он тут поставил нормально нахер серебро понятно что надо было либо на красителе либо на олень скорее сюда красителей надо ставить и серебро забирать нахер гора тут же гора он же будет до обсерватории сидеть играть select идете где же историческите 20 петту пирамиды были так что меня в польшу вообще чудеса не строить что ли да перс библу зарашил очень быстро если бы зараба не играл компьютер то это было бы страшненько так не не очень не хочу я геликарнатский мавзолей в варшаве строить просто мы тут не сможем эту сделать блин с другой стороны что тут строить но это еще рабочего у нас городов много мы не можем здесь каменную мастерскую построить из-за того что город на равне тоже я не понимаю что это за баланс такой зачем это сделано было конец понимает кстати мы до мрамора тоже четвертым радиусом дать дотянемся я думаю то есть почему из-за того что город именно на равнине нельзя каменную мастерскую построить на лугах можно на равнине нет почему точно краков на ижу ну нету смысла мне сейчас веру набивать пошли уже набил сколько надо для ну и что что на равне не промки там на на один молоток да к сожалению хотя может реально тогда пока liberty в этот граждан я просто я хочу легализм взять когда везде монументы построены мы тогда бесплатные амфитеатры получим в городах я поэтому тут и начинаю с монументов так тут расчет тут вот так делаем да у меня всего три рабочих сейчас будет четвертый и пятый я строю как раз на четыре города нормально блин этот статуя зевса раб построил страшно так ну поляки у нас католики и я думаю пагоды берем по гады по гады по гады над моим окном кружаться по гады по гады и молитвы на лист ложатся ну скоро возникнут а мы сейчас будем эти строить конюшни наши крутые так дальше наверно в драму и поэзию как раз чтобы амфитеатры открыть потом в рынке всеми там кто-то говорил в оракул оракул конечно тоже ну блин тут столько любителей чудеса построить вон кстати чувак уже висячки строит и перс вообще может вот например раун кати петру строит он 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 Продолжение следует... Вот чмо египетское Еще, может, и эту овцу выкупишь Деньги-то у него есть Где-то тут стоять, наверное, или сюда Вот сюда, наверное, надо пойти Лучником Минус 4, по счастью Перестали быть друзьями ГГшек и сразу Просадочка произошла Не, вообще, надо, наверное, лучником тут стоять А сюда лучше скаутом Пойду Так, а у перца тут вообще соседей получается? Нет То есть Египет ему как-то... Ну, он очень странно города расставляет Прям Прям странно, по-моему Прям странно, по-моему Блин, а мрамор ты не хочешь присоединить, да? Очень жаль Все, раньше кельтов, благодаря чуду Религию принял Антверпен хочет Хотя, не, смотрите Ну, кельт вообще далековато Но у него все-таки сосед Да, и вообще А Польша где должна быть, интересно? Где-то за кельтом, походу Ну, я думаю Конечно, Петра построена Аливов нету Я думаю Что Ливнул бы Араб Если он сидел бы до этого момента Он бы Ну, типа, сидел До возможности построить Петру Хотя бы Я, наверное Вот так и сделаю Чтоб Минус По золоту прибрать А вот это Выглядит как Возможный Лив Хочется, подожди А куда Стоп Кардив давным-давно Я подумал Что может Кельт только что Город поставил Но Кардив Шесть жителей Это давно, значит Стоит Куда вот этот поселенец Японии Шел В смысле Четыре города Это нормально Мы ж Мы ж не Полную волю играем Мы играем Волю Смешанную с традицией Так, я думаю Нужна ли тут Нам водяная мельница Но Япония Все-таки Объявил войну Кельту Почему-то Странно Не, пока нету Но вот сейчас Нету люксов на трейд Но вот тут я А, вот сейчас Этим ходом Давайте посмотрим Что там нам надо Красители Серебро Специи Какие-то красители И серебро Должны быть у Египта Ну Согласился Отлично А, чтобы пройти Поселенцам Объявил войну А куда он идет Что тут город Ставить Ну то есть Не, не понимаю Серьезно Где-то тут город Будет ставить А что У перца Еще и соляной старт Ну Одна солит Наверное Все-таки Только по саргады Да Реально Пройти Поселенцам Вау Так А красители Еще Какой-нибудь Есть Сыряной Старт У японца Как раз Сыряной Сыряной Собираем на следующий стрим Гроссман, большое спасибо 5000 рублей Наверное, главный Фанат пятой цивы в моем исполнении Спасибо Так, кельт Решил Не отвечать Ну, просто в пятой циве надо, чтобы отвечали Иначе я не могу больше никому другому ничего послать Надо ли дорогу уже делать Наверное, пока рано Вот мне бы Мачу-Пикчу на самом деле Тут очень зашло бы как чудо Мачу-Пикчу тут было бы очень Ну, давайте попробуем Ну, мне просто реально в Варшаве Нечего строить А мог бы сейчас уже этот строить, да? Как его? Размочим донаты Артем, ты опоздал, ты второй Только спасибо 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 Сейчас добавлю Ну, никак не увеличить шанс Того, чтобы мрамор начался обрабатываться К сожалению Если бы тут был какой-нибудь там лес Или джунгли Можно было бы вырубить Но Так, никак Так, два доллара Еще Да, Мавзолей хотя бы денег дает Я согласен Не успел Л-ю-лох Уж двухфакторная аутентификация Л-ю-лох Слышали, как она прочитала? Л-ю-лох Артем, ты не лох Тот, кто присылает донаты Каналу Леши играет Точно не лох Спасибо большое Так Ну, что с кельтом не так? Ладно, понятно У него какие-то проблемы с восприятием Блин, ну я боюсь Ну, блин Коляски 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 Вы не знали Ласки Так Этот Ну Может быть Здесь Где-то тут Но вроде Оракул не строит Не знаю Может мне пока коляску построить Я ж могу Юниты в городах Держать Держать Поселенец Когда он объявил войну Ну Ну я Всадников подрыт Я так и знал Я так и знал Оракул Японец Интересно Интересный у него набор чудес Храм Артемиды Оракул Ну то есть Так как Оракул построен сейчас То он как бы Ну Прям Конкретно в него шел Я не понимаю Такое ощущение Что Все-таки Поселенца Захватил Кельт Здесь Вот Из-за этого Рабочий Собственно Это захваченный Поселенец Японца Я вот тут буду стоять Да Выносить Египет Вообще не вариант Пока Нам надо именно Развитие делать Нам бы в золотой век Тут как-нибудь Доковылять У нас на самом деле Много С золотом Ну немного Скажем так Этих Как его Слоны Вот это золото дают Ну и плюс еще золото То есть в принципе Во время золотого века Мы будем должны Много золота иметь Так я думаю Я пока не буду Распространять Свою Религию Я наверное Куплю пагоды В столице Два Три Четыре Пять Пять рабочих Нормально О Я к этим Наверное Торгану пока Золотом Потому что я еще Не скоро Своё обработаю Кстати Можно с ним Наверное И Так А давайте еще Японцу Предложим Я там какая-то ГГшка хотела Даже Две Давайте Вот так Сделаем Потому что Слонов Я как раз Еще одних Вот тут Могу обработать Сейчас вот Обработаю Эту пшеницу Пойду слонов Обрабатывать Нет Он поставил Так Стоп Мы сейчас Он принял Ну ладно Что это такое Блин Что за прикол Как на это Перс смотрит Перс Наверное С удивлением Смотрит А нахрена Вообще Я просто Ну Зачем Алло Алешка Алешка Ну так Контент Благодаря вашим Донатам И делается Поэтому Спасибо за Донаты Будут Донаты Будет Контент Интересно Почему там 35 А тут 34 Почему Такая Разница Ну-ка Смотрим Бесплатный Амфитеатр Бесплатный Амфитеатр Бесплатный Амфитеатр Бесплатный Амфитеатр Красиво Имхо Так А на чем Нафига Я тогда Философию Открываю Мне еще Донат С колледжа Пахать И пахать Так А вот Теперь я думаю Можно и Дорогу Между Варшавой И Краковом Вообще тут Надо Придумать Как лучше Дороги Проводить Ну от Вротслова Где-то Вот так Скорее всего Будет идти И тут Ответвление Влочь Ну от Варшавы Так В Краков Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Пять Значит Раз Два Три Четыре Пять Раз Два Три Четыре И так Наверное Что давайте Еще Рабочего Там Там же Не Египет Что Замовы С Амфитеатром Не Понял Вопрос Ребят Как Вы Смотрите Стрим Как Как Там же Там же Оракул Как же Ты Переключил Блин На хрена Ты Встал Хотел Тут Уже Дорогу Делать Все Не будет Оракула Я решил Не строить Оракул А Никто Его Не уводил Я решил Не строить Как Он Так Нет Не перс Угнал Японец Мы еще Рассматривали Я еще Говорил Какой Какой Странный Набор Чудес У Японца Артемида И Оракул И Причем Построенный Оракул означает Что он Прям Вот туда Пошел Не Артем Это У Это уже Не у Египта У Египта Этого Уже Нету Это Раньше Сейчас Египетское Здание Дает Счастье И Веру Там Есть Тоже На Канале Как Его Гайд Четыре Египетских Гробницы Называется Чтобы Страдиться Но Дело В том Что Это Работает Ну Не В Brave New World Просто В Brave New World Другая Способность У Египта Продолжение блин ты сейчас будешь тут стоять но это какой-то прикол но я вроде тут стою на страже я не думаю что египту сейчас есть ну то есть уже время колясок мне кажется ушло нет ну раз не удалось оракул попробуем парфенон я не буду забирать у него этого лагерь он его пилит хай пилит все это прикалывает к как это вообще могло прийти в голову ну то есть то есть в чем этот город хорош вот в чем в принципе кто-нибудь понимает кто-то караб компьютер и он ко мне вон караван отправляет еще кстати прикол о козел хотел мой хорошо козел это же культурный да где он вообще проверить как у нас отношения с гвшками он тверк ему почему-то защиту не пообещал красители может кстати я просто очень не уверен что мне барабудур дадут построить еще вообще в него выйду скоро в эти в софию там когда уже вышел в софи так что там барабудур недалеко кстати кто это у нас либо перс либо японец они оба походу оба оба вышли в теологию значит давайте тут поставим на миссионеры не то что у меня укреплять религию у меня ладно не буду писать чё с ним ну просто человек вообще не реагирует никак не на надписи не на сколько у меня там до рынков пять ходов ну ладно давайте всадника без головы сделаем хотя у меня уже конечно столько бабок уходит на содержание юнитов ну пиши у него скоро дополнительные меха будут у меня правильно краситель написал наконец-то отсюда ушел скаут арабский ладно пока уберу наверное с религии сейчас следующий уход должен вырасти дай мне то что мне надо типа я должен обладать этим телепатической способностью к узнаванию что ему надо отлично ему надо то что чего у меня завались у меня две гэшки просят красители и столица по-моему странно почему перс объявил войну японцу как вы думаете вообще непонятно да просто нечего строить в городе откровенно блин может еще на золото так сейчас проверим варшаве все на золоте стоит тут вот есть тут все стоит на золото но здесь не стоит но тут надо чтобы город вырос вот так даже давайте следующим ходом вырастет отлично и он как раз начнет ладно давайте здесь пока вот так переключу еще нам надо просто чтобы за два хода открылись рынке они за три за золото компу продать сейчас ход начнется уже не успею пишет что японец новенький я ему говорил что это вообще это какие-то дружочки играет я понимаю кельт с японией и 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 6 золота вход за пять железа кайф нормально спасибо кстати надо сходить вот этим лагерем заняться б можно сказать этой коляской и конем сбегать как раз давайте раз я взял уже деньги с араба есть у нас плюс будь здорова так цива в пятницу за русь ты чё за русь 1000 подумаем так 5 ходов еще до библиотеки тогда пока давайте метколуков открывать не отпускай нужным нужны метколуки так тут везде переключаемся на рынке так следующим ходом краков и варшава будет считаться соединенным я вообще с мачу-пикчу шел плюс 7 ну даже по населению не особо далеко да просто шелк нужен был в городе да только он его если бы он его на шелк хотя бы поставил а так он и шелк не получил и ну то есть просто потратил производство на на этот на поселенцы ну парфенон наш немножко восстановим культуру ну просто тут есть у тебя оракул не удается построить то забирайте парфенон немножко потому что он дает 4 культуры и плюс еще этот шедевр до 4 культура и да то есть 6 культуры считайте вход в некотором смысле немножко рабу еще железо думаешь надо не он теперь бесплатно его хочет мнение знаете что открытые границы ему не буду давать нафиг блин там походу араб забрал этот лагерь все таки да так мы пошли пока так сколько у нас три хода до библиотеки до возможности строить нац колледж в иерусалим почему не ко мне блин у меня даже не смотря на то что мы а но он же тоже через волю пошел зачем-то мы даже от персепа ли недалеко по по росту что там египет волю решил закрывать вообще традиция воли как можно играть за египет в традицию воли почему он не пошел в традицию дальше нету ответов на эти вопросы так ну надо монархию чтобы уже следующим ходом золотой век так три хода два хода ну давайте уже открою философию что переключаться потом инженерное дело потом гильдия инженерное дело для еще одного каравана чтобы уже в варшаву 3 бегала до воде кампус на плюс четыре подожди а где он нету на плюс четыре только на плюс 3 переключая бы сначала на сколько лишь построить прежде чем гильдию писателей ну золото не добавлю что я золотом торгую у араба покупаю его но потом я просто не буду продолжать надо этих овец как-то прикупить пока не хватит на ух плюс сорок один у меня ни хрена себе а между золотой век забыл что золотой век начался петру перс построил надо проверить пока золотой век что у нас тут все на золоте именно стоит следующим ходом должны выкупить по идее этих овец раз-два-три-четыре-пять три-четыре просто в длину бросов пока маленький чтоб прям к нему сейчас дорогу вести то есть приблизительно ну вообще по-хорошему сначала вы обрабатываете картинки и дороги рано ведете только в том случае если они вам нужны для нападения на кого-то а так в принципе вот обработали картинки можно дороги провести и так посмотреть что вот в районе шести жителей это нормально со столицей соединить серебро так серебро никуда от меня не денется овт он овец может выкупить а серебро он не может выкупить я же молчу том что еще этот лес тоже в мою пользу а у него ноль денег так он не апнулся там случайно во что-нибудь кто-то третий по армии наверно раб все таки тут судя судя по количеству юнитов это раб должен быть подвох и жека привет давно уже твой подписчик спасибо за твое творчество смотрел а при таксом прочитает спасибо ну конечно шутить про сжигание городов так себе но к сожалению наша действительность превосходит все наши ожидания в этом плане спасибо за 10 долларов сейчас добавим так наверное кстати может тут уже нету смысла стоять лучником потому что засвечивает границы мои засвечивают все арабы только сейчас пантеон взяли так есть миссионер еще какие золотишко сейчас добавится благодаря распространению религии но не нужен цирк хотя с другой стороны первых нам бы еще караванчик скорее путин демон сжигает страну города так фантазия пелевина блин кстати пелевин довольно много предсказал сейчас это вспоминаю в generation п где сгенерированное сгенерированное правительство на компьютере отрендеренное а сейчас вам пожалуйста уже жириновский нейросетью сидит а generation п это блин извините 30 лет назад написано так сейчас у нас уже жалко к окну подошла еще извините так еще соединили города 48 8 и и и и и и и и так тут переключаемся на покупку пагод видите я даже не укрепляю религию мне важнее пагоды купить чтобы культура ну даже даже не счастье скорее чтоб культуры больше шоу потому что видите я отстаю немного от графика скорее вот ну в принципе из всего что у нас тут есть мне вот и с оракулом оракул было бы неплохо заполучить а остальное в принципе нормально все идет У меня даже есть деньги На ап в метколуке Если что Я наверное вот эти леса Буду вырубать на Мачу-Пикчу Четыре хода до него Давайте здесь Ферму Да, у Перса два города Что странно Согласен Ну что, у араба Открытые границы что-ли попросить Блин, мне наверное было Во Вроцлав распространять А не в Лоте В Лоте уже есть пантеон Сам по себе, да А во Вроцлаве нету пантеона И потом бы Он бы на Лоте влиял Но с другой стороны Мы и так, конечно, влиять будем Японец Объявил войну Кельту Ну, все вроде пока Правильно здесь Проход просто опять в очередном поселенце ведет к Персу что-ли Ну, дружочек это же не значит, что он Не будет никогда войну объявлять Он же такой Дружочек с гнильцой Так, три хода И два хода Ну, короче, мы через три хода Закрываем традицию, судя по всему Возьму аристократию сначала И начну Мачу-Пикчу в Варшаве строить Вот скажите, кто-то Мачу-Пикчу может вообще угнать? Ну, Египет, но ему надо для этого клетку купить Ну и Перс тоже самое Ему для этого надо купить клетку Так что я думаю, что Мачу-Пикчу никто не будет строить Кроме меня Еще глянем, не вышел ли кто-нибудь 201, 200 Кто-то, кстати, в мастерские Вот в Мачу-Пикчу не вышел никто Один кто-то вышел в металкастинг Один кто-то вышел в гражданскую службу И двое в теологию А в Мачу-Пикчу никто А это значит, что мы, в принципе, можем прям в арбалеты идти, наверное Судя по всему Что Перс получал бонусы от сжигания городов А какие у Перс? Нету никаких бонусов за сжигание городов Вообще, в 5-й Циве разве есть какой-то бонус за сжигание городов? Ты наоборот У тебя на это время счастье меньше становится Пока ты сжигаешь Не, нету Есть у гунов Но это, типа, им не бонус А у них... Они просто сжигают города в 2 раза быстрее Это единственный бонус Который мне приходит на ум Про сжигание городов в 5-й Циве Так, эти, может, нам тоже в мастерские заглянуть? Раз там их открыли Я бы перед арбалетами в мастерские заглянул Ну так, за захват Ну, слушайте А город в... Один житель, который захватывает тут Перс Он не дает много золота Если бы они... Если абьюзить уже эту механику таким способом То лучше строить караван И давать своему напарнику его разграбить Это тебе больше золота даст И меньше потратишь производства Чем вот так делать Персы построили великую стену Так, значит, мы аристократию сначала берем А следующий... А, да Следующим ходом закрываем Так Стены, акведук к следующим ходам Нет, Мачу-Пикчу мы тут не строим Слушайте, а может, реально тут Мачу-Пикчу построить? Ну, тут быстрее 5 ходов Ладно, 5 ходов Это все-таки 5 ходов Ну, это надо в столице строить Все Блин Бараки тоже неохота Ладно, давайте просто деньги Сейчас странно немножко в лодзе у нас Вырубаем Так, вырубаем Сначала проверить, тут могла тундра быть Я подумал, на тундре не надо вырубать лес Вопрос Слови невозможно колосс поставить Он на озере не строится Блин, не добегает до Варшавы, прикиньте Черт Караван до Варшавы не добегает Ну, тогда, наверное, в лодзе давайте отправлять У меня лодзе тут самый красивый город Ну, и тем более, в Кракове есть еда А в лодзе нету Блин, хочется открытые границы Но я не хочу ему давать открытые границы Ну, что, наверное, апнем в метко луки Просто 10 железа, а не 5 Просто 10 железа, а не 5 Даже не близко, говорит Ну, и все Ну, и сиди без железа Что-то так уже хочется этот караван разграбить Тут нету смысла идти вырубать Я просто не успею Я пойду сюда, два хода и два хода вырубки Мачу-Пикчу уже построятся к этому моменту Ну, мне не зачем В общем, железо, в принципе Но он и за все мое железо не хочет Открытые границы давать Ну, иду я очень мощно Пока немножко отстаем По Что это такое Зачем он мне меха дал Не очень понял Чувак послал мне меха Я их принял Он написал, что я лжец Я ему что-то обещал Пишет Я послал тебе меха, потому что они тебе были нужны Точнее, не были нужны А нужны Потому что нужны тебе Че? Так Наверное Начну пока переключаться На рост городов Потому что у меня что-то счастье До хрена Открытые границы Я ему писал, что нужны не меха А краска теперь принял Меха, значит Ну, если у человека такая логика То, конечно Да Мне посылают люкс Я его принимаю Люкс всегда нужен Так У меня вроде и нету ничего Что? Даже нельзя уже куда скаута отправить Может сюда, кстати О, присоединился Реально Ну, блин У нас где-то на 17 счастья То есть Можно с ним особо не спешить Он все равно на чудеса не влияет В четвертом радиусе Но Мрамор есть У нас, короче, еще мрамор и серебро Как бы В загашничке Здание полное мяты Кинь ему мармур У меня показаться написано Начни Этот Как это праздник? Йомукапур, по-моему, называется Йомукапур Начни Кинь ему Йомукапур Это судный день В иудаизме Так Мачу-пикчу Наша Зашибись Мастерская 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 И тут даже мастерская блин кто-то вышел в арбалеты ай-яй-яй ну я думаю что это скорее всего все таки перс потому что я второй по науке но это может быть и египет просто не заходивший да не не может быть египет не может быть это перс у а у у у у АПЛОДИСМЕНТЫ Я тупанул, мне нужно было гильдию писателей в Кракове строить. У меня аж в Варшаве нету садов. Блин. Ну, либо во Вроцлаве, либо в Кракове. Как-то вот так. Так, перс вышел аж уже в возрождение. В акустику. А что в акустику? Ради гильдии музыкантов или что? Сикстинской капеллы? Что-то непонятно. Овчарню в лоде. Что-то я не понял шутку. Там стада бегают в горах, сбивают мирных жителей. Что? Овцы? Ты имеешь в виду? Типа никто не пасет овец? Мы маленькие овечки, никто нас не пасет. Мы таем словно свечки, кто же нас спасет? Спасите несчастных овечек. Бе-бе. Ну, она еще не присоединена. Я просто на самом деле держу пока деньги на ап в арбалеты. Мне кажется, этот... Египет засомневался, кто в арбалетах. И в эту армию выводит, чтобы их заранее увидеть. Вообще у меня денег уже на 6 штук хотя бы. Я думаю, нападать мне на Египет, не нападать на арбалетах. У него мои пирамиды. У него мои пирамиды. Ну, гильдии артистов надо точно будет в Кракове строить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 2-1 не вставляем на производство на вынос египта на гусарах и целую в пятницу на русь понял спасибо на гусарах блин я ему хотел на арбалетах вынести гусары далеко ладно сохраним деньги на гусаров спасибо пойдем тогда после арбалетов универа я тут открою ради ironworks чтобы в столице построить сначала в гражданскую службу потом в образование пагода в лодзе так она в родствах еще влияет хоть как-то надо чтобы в родствах уже католическим стал не софию не буду главное вынести понял алёшка алёшка все пози я вообще открыл ее машина даже не открыл да я теологию еще не открыл а 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 Ну, Анкарват, знаете, такое чудо, когда в городе строить нечего. Строим Анкарват. Так, вот тут надо бы уже выкупить серебро. Какой-то попёрся коляска. Ну, просто есть уже шанс, что она четвёртым радиусом выкупится. Поэтому... Так, а кто Таракоту построил? Кельт. В итоге у Египта три чудо всего. На выкуп серебра, чтобы не досталось Египта. Опять девушка опоздал. Но я выкупил. Я выкупил, спасибо. Спасибо. Ну, ладно, я действительно на гусарах тогда буду нападать на Египет. Будет весело. С поддержкой, получается, арбалетов. Можно, наверное, уже апнуться в арбалеты. А, стоп. А что у меня шпион сидит? А мне никто не подсказывает, что он сидит давным-давно. Так, это, наверное... Ну, к Персу он у нас лидер по науке. Не удивляйтесь, что он опять технологий, потому что он построил Библу. О, третий город наконец-то сделал. А что там Египет у нас? Три традиции, две воли. Ну, такое. У меня пять ходов. Наверное, репрезентейшн надо будет брать. Ну, чтобы золотой век запустить. Мне этот только счастье даст. Не думаю, что мне... Не думаю, что мне счастье надо. У меня еще, видите, у меня серебро, мрамор. А золотой век запустить, милое дело. Чеченицы уже тоже построили. Блин, мне в лодзе реально просто нечего строить. Постоянно. Чего активизировался египтянин? Ему всю игру было неинтересно, что тут происходит у его границы. Я его юниты вообще не видел. Теперь он внезапно такой... Не дай бог, сейчас на меня нападут. Нет. Нет. Да, в лодзе можно кузню, но, блин... Хотя... Ладно, давайте. Не помешает. Японец ливнул. Ну, там, походу, его кельт выносит. Судя по тому, что он тут писал. Он, ГГ написал Японец и ливнул. Малином. Продолжение следует... Продолжение следует... Продай японцу железо... Ты у нас, короче, железный барыга... Предлагаешь всем железо продать... Заодно ему можно соль... Что-то, походу, ему не особо железо нужно... Да, барыга на минималках... Но мы будем брать... Извините, донатик пришел брать на гусарах... Значит, идем в гусары и будем брать на гусарах... Так-то, конечно, тут и нарбах уже можно было бы выносить... Но посидим немножко... Подождем... Чисто, чтобы... По армии на втором месте быть... А может, даже и на первое сейчас выйдем... С ботом запрещено торговать... Если мы со знакомыми людьми играем... А вы можете проверить, вот эти люди торгуют с ботом или нет? С ботами... Я уверен, что торгуют... Не, София... Не... Я бы барабудур построил... Но, по-моему, его тоже уже построили... А, нет... Я бы лучше барабудур строил, чем Софию... Ага, барабудур построил перс... Так, с арабом... Ой... Не я у него... Он у меня... Угу... Он уже бесплатный... Ну, короче, типа железо уже устаревший ресурс, видимо... Не хотят особо... Не, я хочу в Варшаве литейку... Я в Кракове потом этими могу караванами разогнать... Если надо будет... Ну, чё, ладно... Тогда в лодзе давайте попробуем мою Софию... Раз такое дело... Встал я на первое место... Всё равно третий... Не зря она ап... Арбалетов... Ну, там, судя по всему... Перс... В арбалетах... И он апнулся... Апнулся на отличненько... Слушайте, а что там ГГшки хотят? Что-то я... О, Мрамор Юрусалим хочет... Это мы выполним... Деньги Ванкувер... Генуя и Кызил хотят... Ну, Кызил... Вообще вряд ли... Генуя... Генуя где-то же рядом была... Ага, вот... Генуя, кстати, может быть, сама даже... Станет католической... Ну, и чудо хотят... А мы в итоге нашли только Килиманджаро... Вот... И... И что-то ещё, по-моему, находили... Кстати, в Фивах уже... Универ построен... Ну, надо Золотой Век запускать, да... Что будем брать с закрытия воли? Наверное, какой-нибудь инженера на Пизу... Вряд ли мне генерал понадобится против Египта... Да, там не лезают. Ну, и щас... Figura... Продолжение следует... Инженеры... Нет, там кто-то в Ноттердам уже вышел. Там в Ноттердам уже вышли? Или нет? По-моему... Ну, тогда, возможно, стоит и... Ну, конечно, в любом случае, инженера надо брать. Тут просто вопрос, на какое чудо тратить. Блин, как-то я странно... Теперь непонятно, где Нейшнл Эпик строить. Странно я, конечно, со всеми этими тут поступил. А, еще и в гильдию писателей никого не посадил. Нормальненько. Эгипет спрашивает... Я собираюсь воевать с ним? Ну, я же обычно честно отвечаю. Шелк, жемчуг, специи. Специи шелк у перса. Жемчуг у ГГшек. Так, там специи два города хотят. Сколько не обработано? В смысле, все железо обработано. Это ж в четвертом радиусе. Ну, а этот, да. Ну, клетка такая. А те, кто в моем радиусе, железо обработано. Все, что в радиусе действия городов. Так, для Иерусалима добавили мрамор. Колизей, колизей. Так, один ход до универов. Здесь пока храм. О, согласился перс. А мрамор ему не надо, случайно? О. Вот так, да. У него два шелка. Я думаю, что он согласится на мрамор. А мне шелк-то нужен. Для столицы. Отказался. Что, у него где-то мрамор есть? Странно. Один на один согласился. А когда я ему один на два его ресурса предлагаю, отказался. Можно продать гильдию и поставить в Кракове. Ну, блин, жалко уже пока. Я хочу хотя бы волю закрыть. Жалко пока продавать. Слушайте, реально, походу, Софию... Единственное, жалко придется этого великого пророка в Варшаву везти, потому что можно строить... Ну, укреплять надо именно в священном городе. Что странно. Докинь железу в твое... Что? За какую нацию играю? Ну, ты ж видишь по названию городов, что... За этого... За Шашонов. Так. 8 ходов. Ну, я бы еще ради одного каравана компас открыл. И после этого... Просто вот так... Нет, даже так, 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 так. Ноттердам у нас будет инженерить, а у нас 8 ходов до инженера. Это, видите, хватает 1, 5 и как раз... Ну, тут, типа, 1, типа, 10 ходов, но будет быстрее, потому что мы универы построим. Лоттердам в Кракове надо строить, почему? Почему? Ноттердам давал когда-то культуру, да? Так, вообще, Артем чисто в Гатсон Кингс до сих пор играет. Я даже зачем-то помню, что тогда давали. Тогда и Стоунхендж давал. Нет, даже... Это даже не Стоун... Это, по-моему... Блин, я не уверен, что даже Ноттердам был. Короче, Стоунхендж давал культуру в ваниле. А в Гатсон Кингс, да, наверное, он только появился в Гатсон Кингс. Стоунхендж давал. Я уже по науке практически перса догнал и по жителям. При том, что у меня... Ну, у него тоже хватает 4 города, но у него вот эти 2 неразвитые. Да. Продолжение следует... а еще ко мне караб один отправляет что нам там оставили у вражеских городов подождите а египет религию о ну что берем крестовый поход ну тут по-другому называется правда ну чё не надо что там у нас может и и производство нам оставили ну ясно все а египет может еще религию основать не может показываю общественные институты полностью закрытой традиции и одно осталось в воле закрыть ну по идее египет сейчас должен все понять если он посмотрит что я принял в религии так он вышел в ренессанс тоже блин тоже в акустику почему они все в акустику идут в банковском деле явно перс но в акустику уже двое вышли и египет 2 почему в акустику то что-то не пойму что там такого чем там намазано я знаю что хочется ответить говном но нет там намазано культурой перс строит водяную а блин я не в столицу посадил вот я молодец ладно у них они примерно одинаковые семнадцать семна там продав нацколи сам бы быстрее конечно я уже не хочу пересаживать что уже накапливается возможность украсть интересно сейчас вот после постройки дорог будет из вроцлава в столицу добегать да будет пока не буду специально городов мал жителей малого вроцлаве чтоб специалистов о распространился католицизм в геную сам иерусалим засоюзили генуя наша блин так что купить может просто миссионера и распространить во вроцлав и ну чтоб сейчас пророк не купился хоть ты national epic тут строй блин надо в кракове ё-моё там так долго это все будет не хочу вырубать тут леса потому что пока не на что просто здесь клетки для обработки леса просто в никуда уйдут получается а вот во вроцлаве можно подрубить правда опять же на что по ходу кельт там какой-то город японца захватил раз у меня закончилась торговлей до осаку опять нечего строить это что-то денег немерено что-то у меня всего немерено так кто там еще хотел католицизм кризил я думаю миссионер вполне в состоянии до него доплыть так выкуплен же вон иерусалим мой союзник 100 из 60 в принципе можно чтобы поинтереснее было я могу сейчас уже объявить войну египту чтобы без подготовки еще город поставить думаете еще можно было бы хотя хотя я лучше сохранил счастье на захват городов египта давайте интерактивчик я вам голосование сделала опрос в чате голосуйте ну типа чтобы посложнее было объявить час войну египту просто мне кажется когда мы выйдем в гусаров он вообще уже ничего сделать не может не сможет есть у меня такое подозрение компотизация Альгамбру уже построили. Я думаю, нету смысла не переключаться. Ну, вопрос, объявлять ли сейчас войну Египту? Да. Надо было написать да или подготовиться. Короче, да – это объявлять ли войну Египту. Понятно, короче, ясно. Давайте заново создам опрос. Я так понял, большинство не поняли, на что голосовать. Появился новый опрос. Надеюсь, теперь непонимание не произойдет. Да. 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 Вот. Чисто пугать его У меня просто денег до хрена Пускай и боится Так тут мне не проблема Видишь, я в городах Науку делаю А мог бы Блин, я просто думаю, нафига нам Ноттердам? У нас счастье до хрена Я бы лучше инженера На падающую пизу Использовал Так что мы возьмем инженера Видите, у нас еще соединенные дорогами Тоже счастье дает Но воспользуемся ею Для пизы Да нет, Гелиополис я сожгу Это будет минус Это минус 7 счастья всего лишь будет Когда я его буду сжигать Фивы, марионетку Пока сжигается Гелиополис Мне хватит на все города Египта Нынешнего счастья Играет д trovち Играет движ Звучит Сюня Просто пугаем Я второй по армии Да, кстати, но тарто-ручками можно построить Что это я Если сейчас и напасть, то Египет сам нападет Вообще, как бы в этом идея Чтобы нам хуже было Вы видите, что Египет в моей религии А я взял крестовый поход То есть у меня плюс 20% будет около его городов Плюс Ксиле Плюс Ксиле Да, кстати, дорогу надо строить Блин, я просто думаю, что может вообще Сразу на Фива идти А не на Гелиополь Потому что от Гелиополя Это проход все равно хреновый То есть дорогу надо строить Как-то сразу вот сюда Бандера Фараоны Думаю, кстати, что Один заряд миссионера Сможет Ксил обратить Хотя тут Мемфис влияет еще Может и обратим Что у нас вообще по количеству городов О А как это я без Барабудура У меня больше городов в моей религии Так, что там Кельт Заснул Садись на воду у Иерусалима И высаживайся в полях Ниже Фив В каких полях В кукурузу куда-то, да? Тут холмы Какие поля Я, может, слепой? Но высаживаться мы будем в холмах Потом еще через реку Надо будет переходить Мягко говоря Тоже так себе Где-то там, короче Высаживайся где-то там Четкий план Примерно так же, видимо В Гастомеле этот Десант российский высаживался Где-то в Гастомеле Высаживайтесь И там Киев где-то Вот буквально пару километров Просто Вас там с подсолнухами встречать будут Все норм Так и здесь Высаживайся в полях Тут тебе Арбалетными болтами В рот напихают Через Забрало рыцарем Или каким-то гусаром Да и вообще Вы же видите, что Египтяне не такие же католики Как и мы Потому что очевидно, что мы один народ Польша католическая Египет католическая Как мы разделены Это Происки Персии Были Персидская закулиса Египет Персидская марионетка Точно вам говорю Да, кстати Может предложить Гелиопольская Народная республика ГНР Так называемая Вот эти ребята возьмут Власть в свои руки И Ниже По-моему Вот эта лошадь На Гиркина похоже Очень Внешне Референдум в Гелиополе Так, а мы никак За один ход Его случайно Нет Нет Нам следующим ходом Инженерить Пизу Уже надо будет Так он и в четвертый был Культурный захват Я не знаю Ну Слава богу В шестерки вернули Там типа не культурной А лояльностью Может быть Не стоило Конечно Сущности множить Но мне нравилась Вот эта идея В четверке Что ты У тебя Больше влияешь к культуре И больше шансов Что эта клетка твоя будет В Кракове Инженерить Подожди Почему там бонус К великим Подожди Вы не это Пиза дает Всем городам Бонус Какая разница В каком городе Его инженерить Он дает Плюс 25% Генерации Великих людей Во всех городах Вообще Без разницы В каком городе Инженерить Как-то намекнуть Насчет войны Может написать Я тебя убью Как думаете Нормальный намек Или например Египет Выдуманная нация Не должна существовать Египет Выдуман Лениным Вот Мне кажется Египет Выдуман Лениным Нормальный намек Будет Боже Перс Пошел Ребята Когда играете Вообще В любую ФФА В В дуэль Вот по этой ветке Хуже идти Чем по этой ветке И тем более Если кто-то По военной идет Если кто-то идет По военной Ну ваш сосед Идите по военной Если никто не идет По военной Идите по этой ветке Вот это Последняя Ну понятно Что там Может быть морская Если вы там фрегатами Но вот это Последняя ветка Зачем люди идут В фарфоровую пагоду И он еще Научные стажировки И он еще И Великую библиотеку Построил Посмотрите Что я От него По науке Практически Не отстаю И он Он сжигает Этих ученых Понимаете Так Нам надо Из Лодзи Во Вроцлав Отправлять Отправлять Все еще Ничего нет Ну можно Ну можно зоопарки Строить Мне кажется Лучше В науку Вкладываться Чтобы быстрее Блин Все равно Появился Пророк Так Давайте Давайте подумаем Что сейчас Взять Может все-таки Науку Как-то Типа Ну Ученого Как-то Прожигаться За персом Ну Ни Химедзи Ни Красный форт Я не собираюсь Инженерить Прямо Скажу Слышите Он уже построил Фарфорку Артем Не засыпаем Не засыпаем Смотрим Стрим Прошлым ходом Фарфорка Построена Уже Так 570 545 Просто он Он прожегся Как минимум Я не знаю Может давайте Типа Банковское дело Акустику Архитект Ну Хотя бы Банковское дело Ученым Откроем Там Дополнительный Крам Мне что-то Это больше нравится Это конечно Не совсем Правильно Потому что Лучше Сохранять Ученых Хуже до конца Вот с этого момента Лучше их сохранять Но Но у нас Перс Прожигается То есть Нам дешевле Техи Выходят Нам нужен Этот караван Ну и тут Осталось Четыре Соперника Так Поврут Господи Как видите Арабские Скауты Всю игру Мешают Просто Так Пророк Ну давайте Софию Квбк Обратим Вот это Вот Все Так Значит Здесь Берем Банковское Дело Акустика Посмотрим Сколько Прожжет Ну Банковское Дело Дело Открыться Вроде Да Давайте Акустика Откроется Дальше Пойдем Дальше В гусары Ну еще Не купил Караван Теперь Как раз В Варшаве Купим Караван В Краков На производство Да Блин Ну Хрена Ты Тут Стоишь Дай Пройти Чмо Каравелла Египет В Мемфисе Построил Каравеллу Понимаете Невозможно Пройти А высаживаться Не хочу Потому что Это будет Минус Квере Тут Высадится Все равно Не смогу Пройти Блин Конченый Араб Так даже Так дело Не в том Что тормозить Это даже В плане Развития Круче В индустриализацию Выходить Чем В эти Дело Не важно Типа Если у тебя Есть возможности Куда-то Идти Что я не вижу Да Он не Разгонит С том-то И дело Что Вот Именно Через Индустриализацию Круче Разгонят Ты берешь У тебя Медленнее Школы Строят Сначала Должно Построить Фабрики А потом Школы У тебя И так Школы Будут Долго Строиться Видите Они В производстве Практически Как Фабрики Школы Продолжение следует... 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 Чем получает То защитник отступает на одну А нет, получает Да, отступает на клетку И получает дополнительный урон Если отступить некуда То есть они очень хороши Как раз вот против вот такого, когда стоит Стена типа юнитов Ты не пройдешь, а тут набегают гусары Блин, я же дорогу хотел строить, кстати Что-то забыл совсем Таким образом Да какой-то защитник козилы Я не знаю, что это Так, ну наверное на пересеченную местность Может тут бараки и... Ну а что нам еще деньги тратить? Я бараки и... Армори куплю А, блин, надо было, наверное, на... Не наверное, а точно надо было на... Фабрике тратить деньги Может его заклинило Ну кстати Сейчас попробую Ну мне тут не хватит Там на 4 клетки ходит юнит Мне не хватит тут пройти через... Как бы религиозные юниты Могут перемещаться И без открытых границ Но... Этот... О, о, о... Но... Если они останутся на клетке чужой территории Они потеряют силу Распространения веры И тут я вижу, что не хватает Тут мы потеряем 2 хода И тут... Мы вот тут останемся Да, кстати, шпиона В столицу Перса Надо пересадить реально Там просто больше науки Соответственно быстрее Ну зато Тут и шанс был Что нас поймают Выше, чем в Пасаргадах Ну, конечно Тут не просто так Миссионера держат Он... Типа... Он у него как Скаут Здесь выступает Типа... Типа... Не, вот даже я дорогу не строю Тоже... Тоже херня Пока не хочу Тут маловато жителей Я хочу, чтобы он до 10 хотя бы вырос Ну, или после строительства сада Посажу ученых Стены он построил Молодец Я считаю, молодец Интересно Армию все-таки Египет строит Или Перс Ну, я только что был Третий Прошлым ходом Красивое число Красивое число У Перса, да? О, я уже первый по науке Я прожег ученого, правда Одного Но все равно Там У... У этого... У Перса Великая библиотека Фарфорка Я не уверен, что он, конечно, всех ученых прожег Но кого-то прожег О, я уже первый по науке Так, через ход объявляем войну Сволочь Это какой-то, блин Напоминаю, что у нас еще и 20% у его городов будет Я взял для этого Just War 20% силы битв около вражеских городов Жемчуг, два кита и шелк Что-то шелка ни у кого нету Китов ни у кого нету Жемчуг только у ГГшек имеется Ни шелка, ни китов Ну, я, наверное, кого-то не встретил еще просто Так, а у кого там Антверпен София Так, Ормус Генуя Ормус и Генуя Ормус Красители, Генуя, деньги Так, ну там у кого-то красители Только что я видел Две штуки Вот как раз Египет на один ход О, я получил жемчуг Правильно-правильно Сколько ап? 135 Ну А, мне лошади нужны Вау Нисподеванка, да? Так А можно вот без этого? Ну, блин Ладно Ну, я не хочу рыцарей Убирать Нисподеванка, да? Продолжение следует... Продолжение следует... Разные игры по-разному играют. Типа, ну, нету предрасположенности. Я бы тоже не сказал, что я прям в циву тут божу. Я объяснять умею, хорошо. А прям играть, чтобы в это, так не очень. Но за тысячу рублей спасибо. Надо еще у кого-то... Лошадей. О! А что это он уплыл? А что произошло? Да, золотой век будет своим ходом через... Буквально... Буквально скоро. А, ему границы... Вот, надо было ему границы дать, оказывается. Ё-моё. Не догадались. Ну, да, вдруг Кельт согласится. Он согласился. А, ему границы... А, ему границы... А, ему границы... Ну, кстати, арбалеты надо везти, что они тут стоять будут без дела. Ну, я тогда просто рыцаря расформирую одного, это будет только плюс один по, точнее, минус один по лошадям, я одного из рыцарей тогда уберу уже, что ж поделать. Может, араба, так у араба есть своя религия, и комп обычно упарывается в свою религию зачем-то, их обращать такое себе. Видите, что он делает? Просто отгоняем. Поехали. Да. 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 Убился прямо к меня Ладно, еще одного построю Ну, потому что у меня два рыцаря есть Если что, я могу компенсировать Так, болото осушать нету смысла Ну, я так и думал, что не обратиться Ну, подожди, стоимость тех я не считаю Абузом Но мне не нравится, да, у меня многие вот абузы Я просто их не использую, потому что у меня просто Мне не нравится радаринг Вот именно что абуз А стоимость тех, по-моему, это как раз Ну, тебе просто конкретно Говорят, что какая-то технология Какая-то цивилизация вышла туда-то Не какая-то конкретная Я еще должен сам додумать Но это логично, когда цивилизации встретились То народ между друг с дружкой там общается Они передают информацию И ты понимаешь, что вот какая-то теха дешевле стоит Потому что ты о ней имеешь какое-то представление уже Абузом 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 Не, больновато по городу, если лупить, ну больновато для гусара имею ввиду. Так, смотри, идёт ли твой сосед в лупе в ФФА, ты же должен догадаться, идёт он или нет, у тебя встреча на 5 твоих соперников, откуда ты можешь знать, это твой сосед идёт в арбалеты или какой-то другой? Сидишь думаешь, как-то так я это вижу. Сидишь? Сидишь? Сидишь, давайте на автоматы поставим. Мне тут скауты не нужны, потому что они сами доберутся, лень их микроменеджментить, честно говоря. У тебя что, даже арбалет? нету чувак переименовал но это это древние египетские названия городов там мы потом типа мы их знаем эллинизированные названия вот эти фивы гелиополис а настоящий вот это факма с бич с до древние древние египетские просто ваншот меткалуков дорогу перережем видите просто ничего не может сделать египет потому что даже города не могу захватывать я просто ему граблю но он даже в этом плане ничего не может сделать все уходит ну чак попросил чтобы я его кигнул чтоб лобби не сломать иногда бывает такое так перс что в индустриализацию еще не вышел вышел шишел мышел пернул вышел девять ходов а он все-таки в научную теорию вышел тогда давайте не дайте индустриализацию открывать архитектуру а там если девять ходов так я успею индустриализацию архитектуру открытия научную теорию спереть у него так блин на фига мне столько пророков но вот этого уже отправим к изилу тогда даже нужны нам пушки нет нужны тут со стенами тут стену со стенами уже тяжеловато со стенами тяжеловато но что и а и 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 да кстати можно через египет и козел сразу на персиполис но только во рту надо будет выйти тому же просто пушками не получится здесь он захватит рабочего я буду только раньше он вместо отлично о козел уже обратился сам вот видите можете видеть шуме плюс 20 процентов около его городов потому что следующим ходом попробовать маяс про атаковать в этом прокачка было всеми гусарами знаете мы этого можем пророка сохранить на то чтобы обращать города перса когда мы на него нападать будем тут просто пока исследуем территорию этого можно сюда тут можно как раз пограбить будет блин мечник появился вот 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 Играет музыка. Он скорее с Урала, но украинец, поэтому у него МИАС, а не МИАС. Так, если я тут высажусь, будут ли там варвары, которые захватят моего пророка? Я думаю, будут. Поэтому проверять не будем. Играет музыка. Это не фиг, а фуг. Фуг, МИАС и БИЧОС. МИАС и БИЧОС. МИАС и БИЧОС. МИАС и БИЧОС. блин на хрена ты меня улана дал я швапнуть не могу в гусара почему полететь на самолете я вот сюда вот веду к мясу в мясо сюда в мясо о не спадя ванка интересная первым его встретил хочется может тут какой-то караван еще бегает где-то персия за союзе лак и зил 40 деньги у него есть денег у него нет не позже может еще раз перекупить посмотрим есть ли у меня уголь есть причем уже обработанный зашибись блин хватит ли нам походу не хватает чуть-чуть не хватило в следующем ходом и фук похоже берем что наверно эту пушку надо сразу к мясу вести вот так вот Против его этих научных стажиров Лучше проголосую Так, нам нужно архитектуру открыть У нас как раз Потом можно попробовать Спереть Так, давайте по саргады Против его Перс еще не знает, что его Ленин придумал Не знаю Мы придем к нему спросим Я думаю Так сказать Гоп, стоп Мы подошли из-за угла Так, слушайте Вопрос Фук нам сохранять или сжигать Все-таки Так, и у нас начался золотой век Я точно, наверное, буду порядок брать Судя по количеству моих холмов Так что Этих ребят можно уже Запускать, чтобы Не тратили Денюжку Ну что в фуке У него есть красители Но мы до красителей И так можем Чвертым радиусом В Ротслава добраться Мы будем Мы сохраним, наверное Миас и Бичас Бичас и Миас Нам нужны Так что Жем Не по-детски 16 12 12 Так Научные стажировки Не прошли Ну и, соответственно Религия Естественная Будут голосовать Против нее Ой, меня убили А, нет Не убили Показалось Ну и этот город Мы уже без Пушки не возьмем Так что Ждем Пушечку Нет Мне не надо Такое Спасибо 4 2 А давайте Может в Кракове Купим Тогда Через 4 хода Считайте Этот Идеология Блин, я бы, наверное, и в Лодзе купил У меня хватит быстрее тут купить, чем строить Так что Давайте лучше пушку Убить Бич бой Бич бой Блю Я бы даже сказал Ну еще Вот есть эта фигня Например Я могу Рабочими Еще К вопросу О Эксплойтах В пятой циве Можно На вражеской территории Чинить улучшения И Сразу их грабить Что, собственно, будет Твои юниты Лечить Я это знаю Знаю Но не использую Долго Пушечки Бегут Чинить Долго Твою Что,zą Долго Чинить 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 И Он там Юерусалим обращает Ты чё, пёс? Это мой город Пёс-перс Пёс-перс Так, я вот продал этим ходом, да Так, ладно, не подобраться к Цюриху, хотел его обратить Да, это крутое Крутая способность Польши Ну, конечно, главное, чтобы хватало этих Выгонов, собственно Их же может и у Польши, например, не быть Нет, слушайте, не буду тратить деньги Это у него задание было обратить Не буду тратить деньги, чтобы на арту хватило уже Видите, как удобно Польши убивать генерала только что Вы видели? Генерал стоял под защитой копья Копьё отскакивает от гусара Генерал умирает Так, слушайте, может я зря Отложил Я просто думал, что я уже сейчас возьму Мясо, у меня будут деньги на покупку Я уже мог достраивать Мясо, у меня будет По-моему, перс готовит вторжение через Иерусалим, вам не кажется? Да, Польша придумала футбол лансерами Но это поло поло скорее, а не футбол Научная теория зашибись Я у него две очень хорошие техи украл Иерусалим Ух ты атеистов было Ну, я не знаю Он точно не шел во рту Правда, сейчас непонятно, что он делает Ой, у него семь ходов еще Фабрика Семь ходов Ну, у него плохо Ну, удачи У меня в моих городах по четыре хода фабрики строятся У него в одном из его самых больших семь Маркет не сжигает Нет Еще раз Все здания, которые приносят деньги Они просто не продаются в городах Их невозможно продать Ну, и за один ход вы можете продать только одно здание Биг Бен А у меня нет уж инженера на Биг Бен А, плюс я же коммерцию не брал Как я могу Биг Бен угнать если у меня нету коммерции Порядок Генерация Счастье, наверное от монументов Чтобы еще в этих захваченных городах их построить Так, ну что забираем мы его наконец Сколько мне денег дали? Мне где-то 500 дали за захват города, да? Хоть долго ты ковыряешь С Но с видимым наслаждением Боже, у меня еще и три города А, нет Все города Ну, не знаю Я считаю, что этот победил, честно говоря Я даже могу не нападать на перса Я тут по развитию очевидно его обгоню Ну, ладно Можем еще поиграть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А, нет Все-таки обратился в Тюрих В религию 450 монет дали Ну, это 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 Когда Египет захватываешь Вам дают много денег за захват города с гробницей То есть это не польская способность а, скажем так египетская И она в некотором смысле Ну, как это Соблазняет нападать на Египет из-за из-за этого Так, должно быть 720 У меня 590 Сидим ждем пока Гал инспирировал расширение перса в сторону Польши как марионеточку за ниточки развели Сидим где мне чудо найти которая козил просит все клетки что ли уже обработаны да что-то армия до сих пор настроил я тут он инженера посадил в фабрику а нет это торговца он посадил торговца в таможню посадил что говорит демография что я очень крут эрмитаж наверное надо все-таки в крабин сколько тут культуры 37 а здесь 27 ну ладно давайте здесь тогда а Продолжение следует... Продолжение следует... Мясо... Продолжение следует... 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 Блин, тут что-то тяжеловато, конечно, подходить. Еще генерал. Ну, это на возможный, там, не знаю, уран куда-нибудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас буду, да, я починю дорогу. Ну, в МИАС уже есть дорога, в БИЧС осталось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут где-то каравелла, кстати, плавает. Давайте ее как-то выманем на живца, что ли. Египетская каравелла. Не знаю, зачем он каравеллу построил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте, наверное, шпионы... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, не собираюсь никакие здания покупать Со счастьем, вроде, тоже норм Вряд ли будет битва на моей территории Давайте, ну, у меня, правда, и шпионы у меня, ну, контр-шпионы не сидят Но это вопрос времени Так, здесь мы берем рабочие факультеты 628 науки Видел персидского шпиона вообще с другой стороны, да? Лабы потом покупать когда-нибудь Так, миас можно аннексировать Блин, я забыл, во что мы решили перемен... А, «Королевец» Так пишется? Подожди, «Королевец» Какой-то город вообще в этом... В Украине Я думал, мы про Калининград Ага, по-другому немножко пишется «Королевец» «Королевец» О! Не успел походить всеми... Да, блин... Будет минус, к сожалению, гусар Никак его тут не спасти А рабо-хостом делаем «Королевец» «Королевец» Продолжение следует... Продолжение следует... А там уже, возможно, арта подъедет. Точнее, приплывет. Ой, ты вот странно походил. Да, мне кажется, Кельт просто сдастся. Продолжение следует... Да, убили... Этого гусара, к сожалению. Я оставлю этот город. Ничего такой. Точнее. 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 А империя моя красивая. Польска стронг. Крута ГЭС в Кролевице. Ну, главное, чтобы тут войска под управлением одного диктатора не взорвали ее. Вот это вот все. Самолеты. Не мог он уже в самолеты выйти. Ему бы в нефть выйти. То есть, прежде чем в самолет выходить, надо выйти в нефть. В нефть никто не вышел. Соответственно, и самолет. Он, походу, в радио идет. У него, походу... А, нет, у него есть уголь. Ну, все, перс сдается. Ммм, наверное, надо электричество красить. Ну, у меня еще и алюминия завались. О, хорошо, что этот город не убрал. Одиннадцать алюминия. Делал музей. Ну, у него что-то с производством было. Вроде перс начал нормально, а потом затормозил. Я бы сказал, что у него даже территория ничего такая. И под Петру нормально, и у него эта великая библиотека, и там Тадж-Махал, вот это вот все. Ну, тут я его уже сношу. Это тут без шансов для него. Просто уже без шансов. Ну, короче, пассивная. Ну, во-первых, ливнул Араб. Араб мог бы меня напрягать на лучниках, на верблюдах. Но у него, очевидно, место хуже, чем у всех. Вот просто даже посмотрите. Он, походу, походил здесь одиннадцать ходов и такой, блин, а где мне города оставить? И ливнул. Мекка была бы еще более-менее с Петрой. Но в Петру он бы точно с таким местом. У него тут не было лесов даже. Он бы с таким местом не вышел бы в Петру. Я думаю, он бы тогда ливнул на Петре. Но пассивно сыграл Египет. Я не говорю, что, например, ему прям обязательно надо было нападать на меня на своих колясках. Но то, что он зачем-то в волю пошел, у него хорошее место для развития. Ну, во-первых, ему надо было город у горы ставить. Вот этот крулевец вот сюда. Он бы тогда дотягивался до мрамора. Прикиньте, у него Египет, да еще и с мрамором. Он бы просто все ранние чудеса, все важные, построил бы сам. И тут у него места хорошие. Ну, то есть, вот остальное вроде неплохо стоит. Но... И потом сидел меня, боялся, вместо того, чтобы, например, колясками на меня напасть. Ну, не знаю, не факт, что у него бы прям получилось бы. Но если ты не нападаешь колясками, ты Египет. И он сам выбрал Египет, ему же не выпало. Строй. Который хотел пирамиды плюс сады. А зачем? Зачем? Это ж не какой-то комбо прям офигительное. Вот я без пирамид и спокойно себя... Без пирамид и садов спокойно себя чувствовал. Комбо это сады и артемида. Вот это комбо в моем представлении. А пирамида и сады... Ну, сады это просто шесть еды, скажем так. Это даже не... Что-то прям супер. Честно говоря. Ну и все. Ну, мне очень повезло с количеством выгонов, несомненно. Потому что вот это все выгоны, за счет этого у меня с деньгами не было особых... Ну, вы видите, даже у меня были проблемы с деньгами. Если бы у меня не было столько выгонов, у меня вообще бы жопа была бы. А так у меня благодаря этим выгонам я немножко смог по-другому пойти по дереву технологий. Не так рано в рынок заходить. И вот это, конечно... И плюс пантеон на культуру от выгонов. Это прям огонь у меня. Я думаю, что у меня культуры больше всех. Давайте посмотрим. Так, значит... 3311 у араба. 3403. Да. У меня больше практически в 2,5 раза. Даже больше в 2,5 раза культуры за игру. Это еще не считая того, что я, считайте, получил бесплатные... Раз, два, три, четыре цивика еще бесплатных. Да, Польша, конечно, оп. Ничего не скажу. Ну, тут... Тут Египет должен был меня выносить до того, как я... То есть, вы увидите... В игре Польша, вы рядом с ней, у вас уникальный ранний юнит, выносите ее. Она вас переиграет в развитие потом. То есть, почему Польшу не банят? Потому что ее есть возможность вынести. У нее довольно долгое время... Ну, есть шанс ее вынести просто. Даже там с ее этими королевскими конюшнями. То есть, грубо говоря, наверное, до выхода в Ренессанс Польша вполне забираема. То есть, либо на уникальном юните, либо вы можете раньше нее в арбалеты выйти, потому что у Польши не так много на науку прям что-то есть. Не, ну а что, японец, с кельтом они просто далеко не могли ничего делать. Вот еще перс странно развился. Он же вот в соседях. Мы сидим, боимся, что он на нас нападать будет, а он музей строит, оказывается. Гильдию артистов только... Гильдию писателей, гильдию артистов не построено. Ну, понятно. Обалдеть. Да, комбо для воли. Я согласен. Пирамида, Оракул, Мачо. Ну, еще, да, Нотр-Дам. Если там... Просто в Нотр-Дам обычно традиционники раньше могут выйти. Так и есть. Это комбо для воли. Мачо вообще... Ну, Мачо решает все проблемы с золотом, потому что обычно у воляков мало золота. И много дорог. К Мачо появляет... Да. Стоунхенш и пирамиды набивают инженеров. И к Мачо появляются инженеры. И Мачо инженерят. Да, но у меня, видишь, в данном случае мы... У нас совместно воля и традиция была. Мы не через набожность, не через... Еще чего-то. Так что получилось, как получилось. Давайте голосование пройдем выкладывать. Это видео или нет. Интересно, почему он решил... Ну, как бы место у него есть для городов. И счастье у него есть для городов. А, это у него... Он забрал. Так, у него своих-то... Пять. У него своих пять. И он два у японца забрал. Ну, у японца, конечно, грустное место. Вот у японца как раз тут тоже не очень. То есть из-за того, что его сверху там подселяет кель, я не знаю, наверное, тут нету места особо селиться. Но это был прикол, когда он вот сюда город поставил. Где вот на какао, по-моему, да? Ладно, большинство, 90% за то, чтобы видео выкладывать. Нет, почему меценатство я часто играю. Часто играю. Просто в данной ситуации не оно нам нужно было. У нас и так денег до хрена. Нам там дальше рационализм надо было принимать и порядок. Все. На этом все. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что донатили. Следующий стрим в пятницу. Играйте в умные игры. Слава Беларуси. Живе Украина. Всем пока. Продолжение следует. Спасибо.